Мемориальная доска. Именно в такой форме городские власти решили увековечить память человека, чье имя навсегда вписано в летопись искусства Брещины. Педагог, хореограф, балетмейстер, мастер высокого профессионального уровня Вячеслав Погодин вложил немало сил и энергии в развитие Брестской танцевальной школы. Выпускник Краснодарского государственного института культуры прошел большой творческий путь. Для многих этот человек – образец борца за собственные мечты и идеалы. Ему нужно было сделать команду. Команда, которая в него верила, и команда, которая ему помогала сделать хорошую хореографическую школу и найти талантливых воспитанников. И я сегодня поздравляю всех с этой замечательной датой и надеюсь, что у нас как можно больше будет таких событий в городе. И пусть этот год окончится, Брест-культурная столица, но мы дальше будем продолжать работать в этом же направлении. Основатель хореографической школы искусств Вячеслав Погодин отдавал себя всецелой работе, воспитывая приходящую в учебное заведение молодежь эстетически и духовно. Для многих из тех, кто сегодня работает в новом здании учреждения культуры, Вячеслав Николаевич был первым учителем и наставником, воспитавшим на творческой Ниве целые танцевальные династии, которые продолжают начатое много лет назад дело мастера. Этот человек сумел, может быть, в принципе, не за очень большой срок его руководства в этой школе сплотить очень коллектив, как детей, так и работников, так же и родителей. И он будет всегда в нашей памяти. Мы гордимся, что наша школа заслуженно носит его имя и всегда помнить его. Как продолжение мероприятия, чистывание работников культуры города, отличившихся при выполнении своих профессиональных обязанностей. На сцену вновь и вновь выходили те, чьи именно давно на слуху брещан. Те, благодаря кому мы ежедневно открываем букварь самых интересных событий нашей культурной столицы. Мой низкий поклон всем людям культуры, всем работникам культуры. Конечно, чтобы понять, что это за работа, надо немножко на нее посмотреть изнутри. Это постоянное отсутствие свободного времени в полном понимании этого смысла. Среди тех, кто в праздничный день был удостоен наград, люди самых разных сфер проявлений. В почетный список вошли и представители самой тихой культурной передовой. Работники библиотек во главе с талантливым руководителем Светланой Симашко. Уже не первый год книжные храмы города становятся настоящими социокультурными объектами, где есть место не только литературным вечерам, но и праздникам бардовской песни, творческим мастер-классам, образовательным площадкам. Я считаю, что библиотекари работали замечательно. У нас очень высокие показатели. В это тяжелое время мы сохранили все библиотеки, сохранили своих читателей. У нас есть замечательные книги. И, наверное, эта грамота, это грамота не только мне, а всего моему коллективу. Руководитель еще одного учреждения была удостоена почетной грамоты. Генеральный директор рынка «Лагуна» Наталья Ильницкая на протяжении многих лет работает над тем, чтобы сделать свое предприятие не только торговым объектом. При рынке работает своя фото-видео-студия, тренируется футбольная команда и большой творческий коллектив музыкантов, которые неоднократно становились организаторами разного рода мероприятий в городе, в том числе и благотворительных. У нас действительно есть группа «Лагуна», и мы даже написали песню о московском районе, которая очень часто звучит и у нас на рынке, и на праздниках города. И, конечно, для меня большая честь сегодня получить это благодарственное письмо из рук мэра. Ну, я считаю, за такой скромный наш вклад в развитие культуры. Я искренне хочу поздравить всех работников культуры с профессиональным праздником, сказать им огромное спасибо за тот труд, за тот вклад, который они делаете. Ведь все праздники мы отдыхаем, они работают и поднимают нам хорошее настроение. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания «Бук-ТВ».